Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. В первую очередь хочу сказать, что я согласен с коллегой Кудрячовым Игорем Леонидовичем с его интерпретацией вашего вопроса, с его интерпретацией вашей проблемы. Мне думается, что это наиболее лаконичная, адекватная позиция. Итак, все мои онлайн-консультации с психологами на тему отношений с мужем проходят с посылом «Он тиран и абьюзер». Чтобы избавиться от созависимости, нужно уходить. Ну, понимаете как? Да, такая точка зрения существует, безусловно. Но данная позиция существует не у всех. И скорее здесь момент в том, что вы выбираете таких психологов, вы выбираете таких специалистов, которые придерживаются данной позиции. Я не скажу, что эта позиция однозначно неверна, потому что выход из созависимости действительно зачастую возможен только через дистанцирование. Это не обязательно уход, это может быть и временно раздельное проживание. То есть не обязательно уходить совершенно, можно просто какое-то время раздельно прожить, просто чтобы человек, понимаете, изменил среду. Потому что для психотерапии важна среда. И если среда неблагоприятная, то психотерапия гораздо менее эффективна. Вот. Ну, то есть, к примеру, вот представьте себе такую ситуацию, что, допустим, у человека проблемы в семье. Ну, вот как у вас. Только представьте себе, что у человека, допустим, в квартире или в доме живут не как вот у вас, да, вы, собственно, ваш муж и ребенок, а еще три или четыре человека. И все они скандалят, все они кричат, все они конфликтуют. И час-полтора, который клиент проведет у психолога, конечно, конечно, это будет полезно. Но среда, среда может эффект нивелировать. Поэтому именно для эффективности психотерапии иногда крайне полезно пожить на день. Поэтому я, конечно, не знаю, что вам говорили психологи, с которыми вы работали. Но, может быть, вы не так поняли. Может быть, действительно вы встречали таких психологов, которые рекомендовали вам уходить. Но вообще, лично я, и вы можете это увидеть по моим ответам, всегда говорю, что уход не решает проблему. То есть, уход, дистанцирование, опять же, не уход, а дистанцирование, может помочь человеку собраться силами, может помочь человеку лучше посмотреть на себя, но уход не решает проблему. Потому что, если вы уйдете, даже если вы уйдете, не разобравшись в себе, вы не избавите себя от повторения сценария, жизненного сценария. Это именно жизненный сценарий, то, какого мужчину вы выбрали. Понимаете? То есть, вы выбираете такому мужчину, который вас тиранит, который, ну, капризничает и так далее. И вы подсознательно выбираете такому мужчину, с которым вы бы были, так сказать, тягловой лошадью. Ну, или есть такой жизненный сценарий, матушка Хабарт. Вы можете изучить этот сценарий в интернете. Я сейчас вам об этом не буду говорить. А вот. То есть, это, образно говоря, человек, который все тянет на себе. Если человек все тянет на себе, если человек постоянно ужимается, постоянно, ну, образно говоря, урезает в себя свои доходы, свои, там, какие-то желания и так далее, да, в угоду другим, для других. Не важно абсолютно, какая у него мотивация это делать. Если человек так поступает, то, конечно же, другие люди будут из себя так. Вот. Но, повторюсь, уход не выгод абсолютно. С другой стороны, дистанцирование иногда бесполезно. Поэтому, категорично, настолько категоричным в отношении физического пребывания я бы не был. Вот. Но, в целом, да, такая позиция существует. Существует такая позиция, вот, именно такая позиция, что из созависимости нужно только бежать. Потому что не через бег это достаточно сложно. Ну, и более длительно, более длительно по времени. То есть, опять же, я не очень здесь понимаю, ну, допустим, вы не хотите уходить, хорошо. В таком случае вам нужно четко поставить свой запрос, что вот у меня такие-такие проблемы. Я хочу того-то, того-то, допустим. Или я хочу, там, там, допустим, себе разобраться. И все. То есть, это будет просто длительно по времени. То есть, мне не очень видно здесь, как бы, линия развития ваших отношений со специалистом. То есть, вы выбираете психолога, вы описываете ситуацию, вы формулируете запрос, чего вы хотите. А психолог вам навязывает свое мнение, что ли? Ну, так получается, или как, или как? Опять же, вы можете, повторюсь, постоянно выбирать таких специалистов, которые имеют такую точку зрения. Вот. Почему и для чего? Вероятно, для избегания, как бы, принятия решения. Потому что, несмотря на то, что вы, вот, кажется, ну, такой достаточно сильный человек, да? Вот, вы все тащите на земле и много терпите. Но, понимаете, вы способны на поступок, когда уверены. Когда у вас есть четкое ощущение, что это правильно, а это нет. То есть, например, когда вас достанут, когда вас измотают, вы, вот, совершенно точно ощущая, что, например, вы устали, совершенно точно видя грабацию того, что вы ощущаете, вы, конечно же, совершите какое-то действие. Но это будет, что называется, спорадическая история. То есть, это будет история очень резкая, это история, по сути, конвульсивная, да? И, на мой взгляд, когда ситуация менее определена, вы сомневаетесь. И вы сомневаетесь в том, а могу ли я себе это позволить? А могу ли я для себя это сделать? Знаете, какая штука? Вот. И вот этот момент, он является определяющим в том, каких специалистов вы выбираете, и какого, ну, какого мужчину вы для себя, вы также выбираете. Потому что, если вы присмотритесь, то вы увидите, я надеюсь, увидите некую схожесть тех психологов, которые, ну, вот, с вами работали. А это тоже определенная директива с их стороны. И вашего мужа, который тоже посылает вам директивы. Вот на недирективное общение, на недирективное взаимодействие, на более равное взаимодействие между, например, вами и психологом, я думаю, что вы или не готовы, или вы боитесь, или обесцениваетесь, считая, что это бесполезно. Понимаете? Вот. То есть вы, с одной стороны, как бы требуете от специалиста, видимо, какого-то решения, с другой стороны, этому же решению вы противитесь. Дальше. Значит. Так. Для меня это вообще не решение вопросов. По многим пунктам. Ну, эм... Алифтина. Значит, если ваш муж, как говорят психологи, тиральный абьюзер, если ваш муж, там, допустим, ну, ведет себя так, как он себя ведет, а для вас выход из отношений с ним не вариант, не вариант, по многим пунктам, то нужно сперва разобрать по каким, и что из себя представляют эти пункты, насколько они цены для вас. Потому что на данный момент в отношениях вы в любом случае нездоровых. Созависимость это не созависимость, не столь важно. Это нездоровые отношения. Это деструктивные отношения. Это вредные отношения. Но самое главное в этих отношениях нет любви. Нет искренности, нет чувств. И... Нет, конечно, конечно, эм... Как бы... Вы оба что-то чувствуете. Но любовь нет. Если это не любовь, а любовь это безусловное принятие. А получается не у вашего мужа, не у вас безусловного принятия друг друга нет. Муж так вообще не заинтересован в том, чтобы вы развивались, чтобы вы росли. Я не знаю насчет вас. Если это не любовь, то это отношения не по любви. Если это отношения не по любви, то это отношения по расчету. Если это отношения по расчету, то вам нужно для себя решить, готовы ли вы платить цену такую и за что вы ее платите. То есть сперва вам нужно определиться, вы или в отношениях страдаете, или вы выбираете эти отношения. Вы можете сказать. То есть получается, либо я выхожу из отношений, либо смиряюсь. Не совсем. Если вы выбираете, например, быть в этих отношениях, то работа строится вокруг коррекции вашего поведения. Работа строится вокруг выравнивания вашего поведения и отношения к тебе, к мужу, к ребенку. Так, чтобы максимально учитывались ваши интересы. При этом мы отдаем себе отчет, что мужа все устраивает. Мы отдаем себе отчет, что муж меняться не хочет. И мы отдаем себе отчет, что вполне возможно, мужу не понравится ваше изменение. Он негативно к ним отнесет. Возможно, он будет вами манипулировать. Возможно, он будет угрожать. Возможно, он даже от вас уйдет. Потому что мне будет нравиться то, что вы делаете. Вот такой момент. Либо, либо, вы понимаете, что эти отношения не то, что вы хотите. То есть вот, например, это отношения не по любви, а вы хотите отношения по любви. Это отношения по расчету. Для вас отношения по расчету неприемлемы. Или наоборот, приемлемы. Но, опять же повторюсь, насколько это осознанно и соответствующие ли цену вы платите. То есть для меня несколько, как сказать, несколько манипулятивно, манипулятивно с вашей стороны выглядит позиция, при которой вы говорите. Отношения у меня деструктивные, отношения у меня зависимые. Мой муж вообще ведет себя ужасно, но выходить с ним из отношений по многим причинам я не хочу. А то, что ребенок страдает, это как бы не так получается. Ладно. Повторюсь, любви в ваших отношениях я не увидел. Может быть, если вы, там, как бы, ну, опишите историю своих отношений более подробно, вот, то появится другая картинка. Но пока вот так. Существует ли вообще возможность спасти свое психическое состояние в таких отношениях и при этом сохранить семью и выйти из кризиса? Ну, во-первых, что вы подразумеваете под психическим состоянием? Вообще, я думаю, я, конечно, в этом не уверен, вот, я думаю, что вы говорите о своем психологическом комфорте. И, да, психологический комфорт можно восстановить. Безусловно. И, безусловно, для этого необязательно из семьи уходить. Повторюсь, иногда может понадобиться дистанцирование. То есть, может помочь именно изменение среды в таком, ну, более позитивном ключе. Чтобы у вас появились ресурсы для работы над собой, вот. В правильном случае просто ресурсов может не быть. Особенно, если муж у вас, ну, достаточно сильно, ну, как бы истощает. Энергетически. Вот. Дальше. Сохранить семью. Ну, вот, идея, цель сохранить семью выглядит для меня несколько странным. Странным. Потому что, что такое семья? Ну, вообще-то, семья это социальное образование. Просто. И я бы сказал, что социальное образование не имеет никакой персональной личной ценности. Все же семья это больше отношения между людьми. Семья это ни в коем случае не союз мужчины и женщины. Или просто, там, брак и сочетание. Семья это именно отношения людей. У вас эти отношения, мягко говоря, хромают. Соответственно, семьи у вас нет. И возникает вопрос, а что тогда сохранять? Как бы. То есть это, вот, не ошибаетесь ли вы, не обманываетесь ли вы. Говоря о том, что вы хотите сохранить семью. Опять же, заметьте, вы говорите, хочу сохранить семью. Вы не хотите, чтобы ваш муж был счастлив. Вы хотите именно что? Сохранить семью. Но семья это, повторюсь, не человек. Семья это. Процессоциальное образование. И, преследуя цель сохранить семью, вы преследуете, в первую очередь, свою цель. А это, получается, уже решение своих проблем за счет другого, другого человека. Другой же человек, как будто бы, отходит на второй план. Дальше. И выйти из кризиса. О каком конкретно кризисе вы говорите? Что такое для вас здесь кризис? Является ли кризисом, то, что вы называете кризисом, для вашего мужа? Мне тридцать шесть, мужа тридцать восемь. Мне семь девять лет. Сыну полтора года. Ну, давайте все-таки, как-то вот, более подробно, да? Как вы познакомились, как встретились, что между вами общего? Вот. Каково значение ребенка? То есть, ну, вы хотели ребенка, не хотели ребенка? Вот. Каково отношение где-то? Мы с содержимым контролем, без проложения, где я нахожусь. Но эта ревность разорвется на неуверенной себе у него и так далее. При этом мои телефоны, например, специально не лезут. Это вы к чему? Крайне болезненно реагируют на не такую интонацию. Если, допустим, сын ручил губы, я сказал, дай перекись вместо, дай, пожалуйста, мне перекись водорода. Ну, опять же, да, есть болезненная самооценка вашей мыши, а эгоцентризм. Смотрите. А, с одной стороны, да, человек постоянно тянет отъявление себя. Обесценивает вас, возвращает себя. Это ваше отношение к себе. То есть, муж ображает то, как вы к себе относитесь. Запрещает носить некрасивую одежду. Я думаю, здесь что-то из родительской семьи у вас. То есть, ну, что это значит? Запрещает носить некрасивую одежду. Кто вообще вам может что-либо запретить? Как вы, позволяете что-то себе запрещать? А, даже цвет простыни без одобрения с ним запрещено выбрать. Но, Валентина, это вы позволили? А, в такой ситуации быть. Вопрос в том, как и для чего. Ну, и тотальный финансовый контроль. Но, опять же, как вы к этому пришли? До декретов все это тоже было. Но, когда вы слабее, я хорошо зарабатывал. Почему вы позволяли за это до декрета? И самое главное, как в таких условиях ребенка заявили? Узагубляется общий фон еще и тем, что сына катастрофически привязана к камене, а мужа не воспринимают вообще. Ну, потому что, очевидно, что вы... Топальный родитель. Здесь. Дальше. Значит. Так. Бабочки очень далеко. А, няня, зачем тебе няня? У тебя декретный отпуск сидит с ребенком. Ну, опять же, Алексей, вы знаете, как будто бы ответственность перекладываете на мужа. Типа, вот он, покой, вот он, вот он, значит, запрещает меня. Не надо надо. То есть, знаете, это позиция, это позиция вот такая, что, типа, у вас все виноват муж, а то, что вы позволили ему вам запрещать. То, что вы, например, не оспариваете эту позицию и так далее, да? То, что вы позволяете себе критиковать. Ну, это как-то не учитывается здесь. Хотя, момент этот достаточно важный. Вау. Поэтому, в целом, не чувствуется ваша определенность в том, что вы хотите. То есть, ваша цель, спасти свое психическое состояние, уже вызывает вопрос. Потому что, ну, все, значит, спасти. То есть, как бы, это треугольник Карпера. Спасти. Спасаться. Дальше. Сохранить, спасти свое психическое состояние. То есть, грубо говоря, изменить свое отношение к себе и к близким. Правильно? Да. Сохранить семью. Только здесь в том, что вам, вероятно, ну, только здесь в том, что понятие семьи и фигура семьи и фигура близкого человека это не одно и то же. Во-вторых, изменение вашего психологического состояния вполне может привести к тому, что вам не захочется быть смешиной, а вы этого боитесь. Соответственно, вы будете сопротивляться любым изменениям. И выйти из кризиса. Опять же, что такое кризис? Если это ваш и личный кризис, то это одно. Если это кризис семейное другое. Но судя по тому, что вы говорите, мы же все устраивают. А значит, кризис только ваш, а значит, вам из этого кризиса и выходят. Обобщать здесь не нужно. И вот в целом, из такого вот посыла вашего текста, у меня складывается впечатление, что реальных изменений вы не хотите. И выбирайте из таких специалистов, ну, отчасти специально, чтобы убедить себя, что вот специалисты мне помочь не могут, вот специалисты предлагают только, ну, неподходящие мне варианты и так далее. Батя. Хотя, хотя, хотя. Никто не мешает вам. Если специалист хороший, просто согласиться с ним и просто брать специалиста то, что вам нужно. И все. Нет. Такая позиция вам точно не подходит. Притом то вы говорите с к 반�енем, то вам не подходит, эээ, вот, ээ, ну, эээ, как бы ээээ, тематика, тематика беседы, вам не подходит. Правильно? И вы говорите по многим пунктам, по каким пунктам вы не говорите. А мне кажется, что следует достаточно просто. Ну, это моя гипотеза, конечно, я не утверждаю наверняка, но я думаю, что вы боитесь, боитесь одиночества, боитесь не справиться одна с ребенком. Вот эта фраза вашего мужа для тебя же старается, она действует на вас магически. Вы думаете, о, а вдруг он и правда старается для меня? А я не ценю. На этом все, я надеюсь, что помог вам, я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится, и вы все-таки, во-первых, выберите себе специалиста, которые вам понравятся, а во-вторых, решитесь на действительные изменения. Повторюсь, изменения невозможны без потерь. Ваша позиция не прополагает то, что вы от чего-то отказываетесь, а от чего-то отказаться придется. По-другому вы не изменитесь. Продолжение следует...